Итак, друзья, продолжаются финальные поединки в вечерней сессии на турнире «Дорога в Токио». И в ринг выходит Закир Сафиуллин. Это вес от 57 до 63 килограммов. Закир Сафиуллин выступал в прошлом году на чемпионате мира в Екатеринбурге. Одержал там две победы, но выбыл после поединка с Энди Крузом. Что касается выступления на турнире «Дорога в Токио» в Омане, то он поочередно выбил таких спортсменов, как Джун Шан, Ашкан Ризаи и Абада Аль-Казбех. Соревноваться будет с Эльнуром Абдураимовым, 25-летним представителем Узбекистана, но который является этнически казахом. Что касается его достижений по любителям, то на чемпионате мира в Дохе в 2015 году была у него бронза. В том же самом 2015 году на чемпионате Азии в Бангкоке тоже бронза. В Ташкенте на чемпионате Азии в 2017 году было золото. Ну и по этому турниру Джеймс Полисте, Харри Гарсайд и Батарсух Чинзарик. Трое этих спортсменов были выбиты Эльнуром Абдураимовым. И сейчас он в финале против Закира Сафиулина. Также надо отметить, что выступал он и во всемирной серии бокса за свою команду. Ну и есть опыт у него профессиональных выступлений. Пять поединков провел уже Эльнуром Абдураимов. Довольно серьезный результат. Причем во всех пяти одержал победы досрочно. И это еще более серьезный результат. Дает Мохаммед Бесми, рефери этого поединка, последние инструкции боксерам. Ну и очень интересное стилистическое соперничество мы должны с вами сейчас понаблюдать. Здесь и стилистическое соперничество, знаешь, и еще и соперничество боксерских школ. И когда готовился я к этой трансляции, нашел, знаешь, такие споры в сети. То есть впереди боксеры Узбекистана или впереди боксеры из Казахстана, уже по завоеванным олимпийским лицензиям. И здесь это, конечно, такое старое-старое, получается, противостояние двух близких школ. И, естественно, каждый хочет оказаться впереди. Пробивает четко с левой руки между перчаток представитель Узбекистана Эльнур Абдураимов. Ну и неплохо в ближней дистанции пробивает Эльнур Абдураимов и принимает вот эту манеру. Эльнур Абдураимов принимает, можно сказать, вот этот вызов, да, представитель Казахстана Закир Сафиуллин. То есть не уходит от столкновения и тоже в ответ на короткой дистанции начинает выбрасывать свои атаки. И вот здесь уже с первых минут становится во главу угла вопрос, кто кого перестреляет при прочих равных. Ну, Закир Сафиуллин, как мы знаем, он постарше и чуть поопытнее. Ну, что касается Эльнур Абдураимова, то есть здесь тоже и желание не занимать, и, в общем-то, опыт-то в целом тоже очень неплохой в мировых турнирах. Да, ну вот фактически на встречных курсах действует и один, и другой. То есть одна комбинация прилетела, вторая в ответ. Да, причем на средней дистанции оба, это одна из самых, скажем так, опасных и насыщенных дистанций. То есть самая зрелищная и при этом, конечно, тут можно и пропустить, можно и получить еще. И вот это самое «Ой, молодец!» опять доносится, и я так понял, из угла Эльнура Абдураимова, потому что в основном секунданты, тренеры из Узбекистана любят таким образом подбатривать своих подопечных. Перекрывался и пропускает Закир Сафиуллин с передней руки. И слушай, и джеб-то какой тяжелый у Эльнура Абдураимова. Поддержка, поддержка казахстанской публики. Здесь она вторая по активности после Иорданской. И вот так же бьет барабаны. Ну, хороший боковой, и потом еще на выходе так же представитель Казахстана пробил. Яростно... Ох, а вот сейчас хорошая комбинация была в исполнении Закира Сафиулина. И сначала бросил правый сбоку и левым сбоку попал в подбородок. Ну, просто суперраунд. Отличный бокс. Плящет водой в лицо, пытается чуть-чуть остудить, восстановить Эльнура Абдураимова. Ну, смотрите, какое яростное противостояние. Просто противостояние. Здесь левый, правый, боковой. Здесь просто что-то нереальное. Еще одиночный апперкот так же залетел. Ну, тут, в общем-то, средняя дистанция и просто великолепно. Да, и очень много перестрелок на короткой дистанции мы с вами подоблюдали. Давай посмотрим на очки. Вот так. 10-9 на карточках практически всех студий. С заключением счета 9-10 у судьи номер 4. Все пока в пользу представителей Казахстана. Итак, второй раунд. Закир Софиулин, представляющий Казахстан против представителя Узбекистана Эльнура Абдураимова. Поехали! Сталкивает. Да, здесь уже ближняя дистанция. Оба работают в клинче. Я знаю, кстати, что вся постсоветская школа бокса, многие спортсмены очень хорошо умеют работать в клинче. Как раз именно не просто бороться и стоять там в ожидании, когда рефери разведет, а действительно проводить атаки настоящие, защищаться. И вообще ближняя дистанция одна из самых ключевых, наверное, вот с точки зрения зрелищности вот здесь, в этих поединках. То есть здесь никто стоять не будет, никто жалеть не будет соперника. То есть здесь есть возможность. Будут обязательно большое количество ударов, комбинаций. Ну и ух ты, попадает сейчас. Да, и тут, в общем-то, срывает голос, насколько я понимаю, тренер или секундант Ильнур Абдураимова. Завязались в клинче, но здесь даже в клинче не грустно, как так сказать. Потому что в первую очередь это все происходит благодаря яркой, активной манере и одного, и другого. Попадает Ильнур Абдураимов и еще раз попадает под вот эти вот скандирования своего угла. И молодец, и Закир Софиулин пробует реваншироваться за вот эти четкие попадания. Но еще раз достает. Вот это да, вот эта драка началась, откровенно. Друзья, это всего лишь половина второго раунда прошла. То есть еще столько же времени, а уже сколько событий просто за вот эту маленькую единичку. Этого отрезка. Да, чуть-чуть перепадил. Ох, пошли откровенно сражаться. Чуть-чуть подсел, по-моему, Закир Софиулин сейчас. Может быть, взял небольшую паузу. Но Ильнур Абдураимов просто безостановочно набрасывает, набрасывает и боковые, и прямые. Ну и вот отвечает, наконец-то, и Закир Софиулин. И навстречу опять бросает. Так, и из клинча друг к другу. Вот так на коротке. Раз-два. И пытается то же самое делать Ильнур Абдураимов. Ну, сумасшедшее развитие событий. Да, извиняется сейчас. Не услышал команды. Извиняется Закир Софиулин за то, что немножечко... Ну, нарушил правила. Да, нарушил правила. Итак, Ильнур Абдураимов выбрасывает боковой, попадает в защиту. Потом еще двойка. Двойка опять в блок. А вот сейчас попадает. Здорово. Отчет последних секунд. Какой раунд? Второй? Да, это второй, всего лишь второй раунд, друзья. Ну, как же быстро развивается, стремительно меняется события. Такое количество ударов сейчас... Да, тут чуть и рефери не досталось. Такое количество ударов сейчас в концовке было. Да ни в коем случае между ними стоять нельзя. Да-да, тут просто попадешь, они не заметят, продолжат дальше. И, мне кажется, они и гонку не услышат. Ух ты, здесь есть сечки. Ну, это еще с прошлых поединков были повреждения у Ильнура. И я, честно говоря, когда он выходил, подумал, как бы не усугубились вот эти микроповреждения, потому что неизбежны будут все равно попадания, ну, какие-либо касания. Ну, у него там лицо видно, там и под правым глазом тоже. Будем надеяться, что быстро приведут в порядок сейчас Ильнура. И мы посмотрим с вами еще три минуты просто бесподобного, отличного бокса на olympic-channel.com. И здесь обратная у нас, друзья, ситуация. У нас теперь 9-10 на карточках у четырех судей и 10-9 на карточках у одного судей. Но перевернул ситуацию, в общем-то, Ильнур Абдураимов. Так что у нас, получается, на карточках у трех судей ничья. И на карточках у двух судей лидирует один, кто другой. Да, и мы с удовольствием посмотрим и обсудим, как же будут развиваться события сейчас в третьем раунде. Тут главное, чтобы вот эти сечки Ильнуру Абдураимову сильно не помешали, чтобы доктор его не снял. Потому что, ну, хочется смотреть за таким боксом. Это просто прекрасная возможность насладиться действительно настоящей страстью, тем желанием, которое оба спортсмена выдают здесь. И показывают они что-то невероятное, действительно. Потому что это и скорость, это и удары, это и техника, это защитные действия также. Причем рабочий клинч надо отметить еще. И, кроме всего прочего, ну, вот очень много событий происходит за очень малое количество времени. Да, тут даже клинчи, он не скучный. Его интересно смотреть, потому что все в атаке, все с активными действиями. И я еще на что обратил внимание, вот эта вот атака на короткой дистанции. И если Закир в основном старается бить удары, наносить удары в голову, то Ильнур в ответ бьет по корпусу. Вот так вот часто происходит. По крайней мере, вот в эту минуту. Тут в этом размене, да. Сейчас и капа выпадает. Тут все, что угодно может выпасть. Просто невероятный темп и потрясающий уровень соперничества. Просто запредельная конкуренция. Барабанят, барабанят казахстанские болельщики. Конят они вперед Закира Сафиулина. Ну и пытается, да не пытается, а вполне себе неплохо останавливает его атаки раз за разом Эльнур Абдураимов. Вот сейчас опять клинч. И снова из клинча каждый пытается наносить как минимум один удар, а то и больше. Пробивает сейчас на отходе Абдураимов. Не отпускает его далеко от себя Закир Сафиулин. Висит на нем. И здесь на ближней дистанции три удара возле команды стоп. Но тут такой грохот стоит. Я думаю, здесь, знаешь, болеют за обоих громче, чем, наверное, за всех орданцев вместе взятых. Опять отличные боковые сейчас от Закира Сафиулина. Попал хорошо Закир. Да, да, да. И смотрите, реваншируется Абдураимов тоже зацепил соперника. Меньше минуты боксировать. Я не знаю, они скорость такой будут сохранить вообще до самого финала. Ну, в смысле, до самого финального гонга. Или почти их можно еще и не остановить. Они еще четыре раунда такие проведут. Сечки пооткрывались. Да, да, да. Ух ты, тут достаточно глубоко, смотрите. Ильнура Абдураимова. Да, как раз та гематома, которая была под правым глазом у Ильнура Абдураимова, она сейчас тоже закруточила. Тут новую он получил, я так понимаю, сечку где-то на лбу. Вот тут, да, в общем-то без повреждений не уйдешь. Ну, тут прям все, я знаю, все скрестили пальцы, чтобы дал возможность доктор продолжать этот поединок. Потому что, ну, действительно хочется еще посмотреть. Такое количество эмоций. Напряженная, напряженная пауза. Проверяет доктор. Следит за самочувствием. И разрешает продолжить поединок. Остается у нас меньше минуты времени. Ну, ринулся в атаку сразу же Ильнура Абдураимова. Да, пока оба немного передохнулись за этот момент. Ну, плюс тут еще нервы у Абдураимова, я думаю. То есть снимут тебя, не снимут. Будешь ли ты продолжать или нет. И сейчас, смотрите, прессингует дальше. Абдураимов, если отвечает ему очень жестко, Сафиуллин. Ух, какое попадание слева. Здорово подлавливается Акир Сафиуллин. И снова сошлись в клинче. И, опять же, это такой клинч, который не скучно смотреть. Потому что даже сейчас массу ударов наносит. И за Акир Сафиуллин. И пытается ему отвечать Ильнур Абдураимов. Остается все меньше и меньше времени до финального гонга. Тут и рефери говорит, ребята, слушайте внимательно. Я понимаю, что вам нравится бить друг друга. Но и меня надо слушать. Это бокс, это бокс, а не просто драка. Но здесь есть все в этом поединке. Ну да, здесь и драки, и бокса. И да, наконец-таки закончился этот раунд. Вот это мужчины. Оба вышли, конечно, с повреждениями. Здесь, как мы видим, и сечки есть, и у того, и у другого. Но это настоящая страсть, настоящий бокс, настоящий праздник. Эти парни нам подарили. Не зря, не зря мы именно их увидели в финале. Да, вот это соперничество двух ведущих школ постсоветского пространства. Узбекистан, Казахстан. olympicchannel.com Тут можно даже, да, немножко выдохнуть, взять такую паузу, потому что явно после этого всего накала эмоций раздельное решение. Да, и все-таки Эльнур Абдураимов выигрывает раздельным решением вот это тяжелейшее противостояние. Ну, не знаю, и Закиру Софиулину не в чем себя упрекнуть. Отдал он все силы. Это была классная битва. Потрясающий, сумасшедший поединок. И, я думаю... Ну, знаешь, вот они достойны финала где-нибудь, ну, вот полуфинала в Олимпиаде так точно. Это точно, это точно. То есть хочется посмотреть где-то еще. То есть не хочется, чтобы они, знаешь, пересекались где-то в первой части. На ранних стадиях, да. То есть где-то туда вот. Вот разведите их, пожалуйста. Я так сейчас условно обращаюсь по разным частям сетки. Лучше всего, чтобы они встречались в каких-то решающих стадиях, чтобы выкладывались без остатка, чтобы никто не осторожничал и чтобы мы созерцали всю красоту этого бокса на максимуме, на сто процентов. Да, и представляешь, здесь же, если они сейчас вот так вот сражались в том поединке, который, ну, глобально ничего не решал, что они будут делать, если они вдруг пересекутся за выход в тот же самый финал Олимпиады или действительно в финале Олимпиады? Да, 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 да. Потрясающий поединок. Просто сумасшедшая развязка. Ну, там, в принципе, сразу развязалась. Как развязали, так и не завязывали вообще. Сумасшедшая завязка и не менее сумасшедшая развязка, да, была. Здесь все, и катарсис, и... Потрясающие сумасшедшие эмоции Ильнура Абдураимова. Да, ну, круто. Это очень шикарный бой. Да, ну, круто. Да, ну, круто.